Педагог начальных классов Татьяна Шенцева уверенно проводит классный час в прямом эфире в режиме видеоконференции. Всю четвертую четверть она так с учениками и работала. Уроки проходили по интернету. Режим самоизоляции во время коронавируса внес некоторые коррективы в обучение. Говорит, на перестройку и адаптацию ушла неделя. Наибольшая сложность вот такого формата, да, наверное, это и для взрослых такая же сложность, когда тебя никто не контролирует, удаленно дома, обстановка другая, и есть повод расслабиться. Конечно же, вот ребятам, которые так склонны себя вести, да, им было сложнее. Но мы с родителями подключались, я им постоянно звонила, родители, если они были на работе, то тоже постоянно контролировали. Обучение в дистанционном режиме в образовательном центре поселка Новосемейкино прошло успешно. Все 145 четвероклассников закончили четверть без итоговых двоек в дневниках. Родители новой системы в принципе довольны, но говорят, хотелось бы, чтобы дети общались друг с другом не виртуально, а в реальности. Детям нужно непосредственное общение между собой, общение с учителем, потому что все-таки то, что она говорит на камеру, это совсем не то. Нужно, чтобы она, ну, как бы тактильное восприятие учителя, это очень важно для детей. Старшеклассники продолжают готовиться к госэкзаменам в дистанционном режиме. ЕГЭ намечен на июль. В Новосемейкино на медаль из 39 выпускников претендует четверо. Это участники и победители научно-практических конференций и областных олимпиад. Это возможность порадоваться не только коллективу школ, самим ребятам-выпускникам, но и родителям, жителям поселка, поприветствовать их таланты и достижения, ну и, соответственно, поздравить выпускников, порадоваться за их, ну, скажем так, таланты и успехи, которые они добились за период школьной жизни. Гордиться есть чем. Выпускные для старшеклассников в Новосемейкино, возможно, пройдут в августе, если к тому времени закончится режим самоизоляции. Руководство учебного заведения планирует устроить грандиозный праздник на главной площади не только для школьников, но и для всех жителей поселка. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События.